всем привет сегодня значит поговорим о некоторых моментах по Ubuntu 16.04 LTS обозначает Long Term Support длительная поддержка до апреля 2021 года значит вот были комментарии один комментарий читаете и тишина и так далее человек просто очевидно прежний мой видеоролик не видел вот я ему ссылочку на него послал чтобы узнать что бы это значило мое отношение ко всем этим сборкам, версиям и так далее ну вот еще смешной комментарий даешь, мейт, плиз ну елки-палки погуглите и найдете установить рабочий стол мейт вот здесь вот смотрите данные команды вот берем первую команду у нас здесь пароль единичка в этой сборке Ubuntu Цинамон нажимаем Enter затем пошла вторая команда устанавливаем репозиторий опять Enter нажимаем обновляемся выделяем выделяем четвертую команду ставим курсор терминал и нажимаем колесико мышки получается что команда вставлена нажимаем Enter нажимаем Enter да да и выделяем последнюю команду ждем когда закончится вот это потом ее тоже вставим самый такой оптимальный способ выделяем не надо ни копировать ничего просто потом курсор вставите в терминал и нажимаете крыська мышки и все то что вы выделили оно вставляется вам в терминал просто дешево и сердито хотя можно и перетаскивать можно и копировать тут много вариантов и так четвертая команда выполнялась очень долго где-то минут там 5 или 10 вставляем последнюю нажимаем Enter и так рабочее окружение Mate установлено хочу еще раз подчеркнуть посмотрите перед тем как делать какие-либо изменения значит я всегда стараюсь делать вот такие вот вещи то есть у меня вот созданы две рабочие копии это вот самое последнее с рабочим столом Цинамон поэтому если у меня что-то пойдет не так то я просто-напросто восстановлюсь на исходную копию и все как же нам запустить рабочий стол Mate перед этим вот пришло сообщение обновление приложений и вот просится ну давайте установим и так программы все обновились ну и мы видим сообщение что необходимо перезагрузить компьютер для завершения установки обновлений на что мы сейчас и сделаем и затем я тут же попробую сделать следующее если у меня выскочит вот такая вот менюшка только здесь вместо компизомания будет стоять то я нажму на эту кнопочку и в ней я увижу Mate, Ubuntu и Цинамон я выберу Mate и попробую стартовать с Mate значит что для этого я сделаю и так я перезагрузился чтобы все обновления вступили в силу и теперь еще раз повторюсь что я собираюсь сделать вот посмотрите я значит сделаю выход нажму на эту кнопочку только у меня есть так как безомания у меня тут будет стоять юзер и увижу список окружений рабочего стола которые доступны и постараюсь выбрать Mate и с него загрузиться я опять загрузиться и посмотрю на что получится а и так мы идем в меню и выбираем завершить сеанс нажимаем кнопочку завершить сеанс и вот у нас тут сообщение что программа для записи с экрана еще работает ну что ж то что я вам показывал я сделаю а я пока значит остановлю программу Simple Square Recorder я сейчас просто-напросто сохраню все это дело и так мы оказались в рабочем столе Mate когда я нажал на кнопочку вот на эту вот то у меня тут появились значит такие операционные системы Ubuntu по умолчанию Mate Цинамон и три варианта рабочей среды GNO ну я выбрал Mate и значит вот практически сейчас мы находимся в рабочей среде Mate вот таким вот образом значит ну что я просто вот хочу сказать что для тех у кого там ручки чешется кто-то там что-то хочет там делать и так далее вот как видите всегда есть возможность значит перейти на рабочий стол который будет вам больше всего нравится вот менюшечка появляется вполне нормальная и приличная значит в интернете значит тут кочек всего чего и в аудио и видео и системные программы значит тоже как говорится имеется то есть все практически что нужно здесь есть имеется и стандартная программа вот ну единственное значит вот смотрите появилась верхняя и нижняя панель и вроде бы как вот эта вот панель у нас ну давайте ну я просто-напросто удалим вот все оставим как говорится кайродок и оставим верхнюю панель вот таким вот образом и тут уже можете там под себя там все настраивать там делать так как вам нравится ну в Mate всегда была проблема значит с флажками языков и так далее ну давайте допустим посмотрим добавить на панель если тут что-нибудь по клавиатуре ну я пока вроде бы не заметил по клавиатуре ничего ну всегда есть возможность вот такая посмотрите настройка идем значит на дополнение и вот где-то здесь по-моему что-то такое было у меня по клавиатуре вот индикатор раскладки клавиатуры вот практически и все вот сейчас мы находимся в английской раскладке там как там что там я не знаю там можно наверное подстроить и на русскую но тем не менее вот тот кто любит мэйд может покопаться и выбрать то что нам то что нужно вот таким вот образом так что я могу только порекомендовать всем кто любит мэйд пожалуйста уж это говорится возьмите свои ручки и сами тут уже доделайте как добавится допустим русскую раскладку и прочее ну допустим правка есть ну давайте посмотрим что тут заправка такое нижней панели на нижней панели настройки по капс лог интересно ну попробуем у нас капс лог просто на ее закрывает ну ладно не буду я тут сильно как говорится вдаваться в подробности для любителей мэйда просто вот скажу такое значит что кто любит линукс мэйд тот уже под себя значит все это дело может настроить так как ему нравится ну вот практически и все так что скорее всего есть и такая штуковина как допустим и кд приделать и опенбокс к убунту и так далее занимайтесь как говорится как вам душеньки угодно но сборка здесь уже естественно если мы решим сохранить ее систембаком она будет получаться уже больших размеров с линукс минс аном там получалось где-то под 2,7 гигабайта здесь будет больше смотрите сами ну ладно это там разные рабочие столы может себе на бунт установить много рабочих столов пользуйтесь поиском в гугл очень хороший сайт компезомания там всегда можете найти тоже множество советов поэтому вперед как говорится из песни а я снова перескочил на свой любимый ценамо где мне все как говорится под рукой ясно просто и понятно и легко настраиваемо ну опять таки хочу вам сказать такую вещь это все скажем так пользовательские симпатии или так называемые предпочтения я вот и никогда не слушайте допустим тех кто вам твердит вот этот рабочий стол самый лучший вот этот выбирайте тот который вам нравится или тот который будет лучше всего подходить к вашему компьютерному железу на котором будет все работать быстро и нормально вот таким вот образом у линукса здесь возможности масса масса рабочих столов и xface очень хороший стол made хороший стол ну цинамон это мой любимый есть кде рабочий стол openbox очень такой минималистичный рабочий стол масса рабочих столов и все зависит как говорится от ваших пристрастий вкусов и прочее поэтому я вам желаю всего самого доброго не забывайте только делать копию программы систембак перед тем как вы решите делать какие-нибудь изменения чтобы всегда можно было откатиться на как говорится нормально работающий вариант когда у вас все работало нормально и все было настроено ну ладно до скорых встреч желаю вам всего доброго до свидания